Всем хаюшки! Welcome на канал RobloCamp, меня зовут Рэйвен и today коротенький видос, обзорчик на новый дом в Adobe. Из новенького появился еще новый премиум транспорт Toxic Barrel – токсичная бочка стоимостью 125 рубаксиков. Не все могут сразу купить, но чуть позже этот транспорт можно будет заполучить в трейде, если вам он сильно будет нужен. Возвращаемся к дому. Новый бункер стоит 750 баксиков. Цена очень доступная. Не уверена, конечно, что все захотят его купить, но я покажу, а вы сами решаете, нужен он вам или нет. А может в Adobe появятся новые пэты с мутациями после апокалипсиса? Я предполагаю, очень скоро у нас будут новые яйца и мы узнаем, каких пэтов добавят нам в игру. Вот так наш бункер выглядит снаружи. Погнали смотреть, что внутри. Или нет? Окей, гоу! Вот так выглядит наш бункер внутри, длинный широкий коридор. Мне напоминает это строение подвал, много дверей, над каждой из которой висит фонарь. В конце у нас две вентиляционные шахты, а у выхода треснувшие трубы, из которых выходит пар, огнетушитель, вешалка с походными рюкзаками. Поапокалиптически атмосферно тут. Ну что же, идем дальше на экскурсию. Первая дверь, стрёмно тут как-то, уютно не скажу. Снова трубы, тут у нас душ, я так понимаю, проблемы с водой. Из-за этого бак с водой сверху, даже рукомойник в виде консервной банки, это что-то. А здесь унитаз. Ребят, это вообще жесткач полный. Здесь наш пэт тоже пьет водичку. Ладно, лунный кролик, если я тебя отдам в треде, обещаю не расскажу твою маленькую тайну, что ты пил воду из унитаза у меня в бункере. Вторая комната, я так понимаю, столовая и кухня. Очень скромно, везде эти прорванные трубы и вентиляция. Но при желании здесь можно все переделать, но изюминка этого дома, что тут так и должно быть. Очень скромно, можно фильмы снимать в адопни про конец света. Еще одна комнатушка, порванные тряпки, шторки, дающие немного своего пространства владельцу так называемой спальни. Серая постель и белые кирпичные стены. Наступила ночь, так идем дальше. Так, здесь какая-то комната с телефоном старого образца. Мобилки скорее всего не работают. Двумя износившимися креслами с торчащими пружинами. На стене постеры. Еще комнатка. Здесь тоже грязные старые кресла. Судя по обоям, это детская. Столик из ящиков, накрытых стеклом с ночничком-пингвинчиком. Остались две комнаты, в которых мы еще не были. Так, снова кресло, мисочки для пэтов. Это помещение для питомцев. Какие-то шкафчики. Понятно, здесь у нас стульчик с книгами в конце коридорчика. И последняя комнатка. Здесь что-то слишком все мрачно и темно. Похоже на подсобное помещение. Выглядит как котел для обогрева дома. Это душ. Еще один. Когда купаешь пэтика, то исходит сияние голубоватое, как пар. Вот, в принципе, и весь обзорчик на новенький дом-бункер. Еще, ребят, добавили набор мебели для обустройки. Вот такие предметы. Возможно, кому-то будет необходимо для ваших дизайн-проектов. Ребят, если понравилось видео, буду рада вашим лайкосикам, комментам и новым подписчикам. А я трейдить кролика. Всем удачки и пока-пока!